В течение первой фазы мы снижаем возможности и решимость врага, а также дискредитируем его институты и лидирующую роль в шпионаже, убийствах, манипуляциях в социальных сетях, кибератаках, поделке изображений с целью вызвать неудовлетворение, замешательство и хаос. К тому времени, как война будет открыто объявлена, способность нашего врага защищаться будет значительно сокращена. То, что даст нам преимущество. Война будет выиграна при использовании техники под названием рефлексивное управление. Она подразумевает предрешение поведения врага в пользу России. Мы определяем окончательную цель и проигрываем ее в обратном порядке шаг за шагом до текущего момента. Это шаги, которые мы должны заставить предпринять нашего врага. Рефлексивное управление. В тот момент, когда наш враг следует по этому пути, мы запускаем информационные операции, чтобы сделать так, чтобы на каждом этапе у врага не было другого выбора, кроме как совершить следующий шаг. На каждом этапе он думает, что решение принято им, когда как на самом деле оно было предопределено Россией. Иллюзия свободы действий. На самом деле он следует по пути, который выбрали для него мы. Потому что информационная операция, используемая как часть стратегии рефлексивного контроля, может иметь воздействие, схожее воздействию атомной бомбы. Продолжение следует...